Приветствую вас, и, вы знаете, для того, чтобы ответить на ваш вопрос, как научиться рано вставать, радоваться, необходимо работать в двух направлениях. Первое направление является, собственно, внутреннее, то есть вопрос, почему вы просыпаетесь, либо недостаточно верно, правильно, организована ваша деятельность, при которой вы не получаете достаточно сна, либо недостаточно сильно устаете, что мешает вас заснуть в подходящее время и, собственно говоря, получить необходимое для вашего тела и организма в количестве отдыха. Необходимо проанализировать вашу деятельность, чем вы занимаетесь, какой вы ведете образ жизни, чтобы все-таки подобрать наиболее здоровый, наиболее оптимальный для вас. Стоит отметить, что для человеческого сна наиболее благотворные часы – это с 8-7 вечера до 2-3-4 часов ночи. То есть вот именно столько времени, именно в это время нужно спать, чтобы получать наиболее сильный зарег бодрости и сил. Далее, что касается внутренней стороны, то у вас явно отсутствует мотивация проспасована. То есть в жизни подвознательно вы избегаете той деятельности, которая у вас есть. Вам не хочется вставать, вы не избытываете внутреннее вырубление для того, чтобы подниматься и заниматься тем, что вы делаете. Соответственно, необходимо пересмотреть вашу сферу деятельности с тем, чтобы подобрать те моменты, те увлечения, тот род деятельности, который бы вызывал у вас живую заинтересованность, живое рвение и порыв, мотивацию именно этим заниматься. Наконец, отдельно, что хочется сказать, это то, что именно просыпать, то есть спать дольше положенного, есть привычка. И даже при проработке первых двух моментов сразу эту привычку вы не искорените, потому что вы уже привыкли так жить. И здесь нужно использовать внешние средства для того, чтобы скорректировать свое поведение. Какие средства? Ну, можно говорить о будильнике, можно говорить о силе воли, то есть вам нужно внутренне, себе самому сказать, что вы встаете к будильнику и встать, то есть включить силу воли воли и просто несмотря ни на что сделать то, что вам нужно. Принять волевое решение вам поможет необходимость, цель и нежелание себя казнить и ненавидеть. То есть не нужно тратить свою энергию на то, чтобы ненавидеть себя. Нужно направлять ее в позитивное условие, то есть отдыхать необходимое количество времени, соответствующий образ ливня вести и в обязательном порядке приучать себя к дисциплине. То есть если нужно, то все. Другие варианты вообще не рассматриваются, то есть сделать за некую такую аксиому, скажем, постоянную, именно такой стиль ливи, такой подход. Думаю, что за ваши проблемы могут крыться и другие проблемы, которых вы не осознаете, например, проблема мотивации, проблема самооценки, проблема, значит, собственно говоря, преданности своему делу, проблема реализации в себе, потому что если вы не чувствуете, что реализуете, то нет ничего удивительного в том, что вам не хочется просыпаться, либо вы просто не понимаете ради чего. То есть в этом случае вам необходима найти цель, ради которой вы бежали, ради которой хотелось бы именно бодрствовать, а не спать. И в этом случае у вас как раз все наладится и все получится. На этом все. Надеюсь, что я помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку, помогу. Если вам мой ответ понравился, сделайте его лучше, пожалуйста, буду вам очень благодарен. Пока желаю вам всего доброго и удачи. Субтитры сделал DimaTorzok